В этой части вы узнаете сколько на самом деле богов хаоса, выжил ли кто из эльдарских богов кроме Цигараха и кто победит в 13-м черном крестовом походе. В чем смысл жизни, вселенной и всего остального? Богов хаоса вообще-то пять, один из них Малал был изгнан другими богами и еретики, служащие Малалу, сражаются с другими космодесантами. Это не так в любом случае, их четыре, если не вдаваться в детали, а именно так и делает сама Games Workshop в большинстве описаний, или же их намного больше пяти, если считать малых или же младших богов. Это Малис, о котором чуть позже, Ансел, названный в честь дизайнера и управляющего директора Games Workshop Брайана Ансела, Моркок, в честь писателя Майкла Муркока и Фраз Этар, в честь художника Фрэнка Фрозетты. Немного непонятна особая любовь фанатов Вархаммера к Малалу, ибо фигурировал этот бог по сути лишь в единственной серии комиксов про Кейлбома Д'Арка, за авторством Джона Уогнера и Алана Гранта. Причем серия комиксов создавалась под вселенную Fantasy Battles. Так что не сказать, что с уходом прав Games Workshop были вынуждены вырезать огромный пласт истории, он просто не успел появиться. Впрочем, нельзя сказать, что Малала просто выкинули и забыли. Тот же рассказ Лабиринт, Ричарда Форда или множество других намеков и отсылок позволяют предполагать, что Малал все же не забыт, а лишь прячется в тенях, готовясь нанести большой четверке сокрушительный удар. Но Малаля чуть позже. Главное, что богов хаоса либо четыре, как в базовом беке, либо уже под десяток, как можно считать по беку расширенному, который, вероятно, еще можно считать относительно валидным, то есть действующим. Но и отдельно отметим, что в последний раз подобные нам написали, когда мы говорили о связи Вархаммера с идеями Муркока. В тот момент, когда Вархаммер был придуман, там было только четыре бога. Малал появился лишь во времена третьей редакции Fantasy Battles и уже к третьей редакции сорокатысяченька стал Малисом. Скажите, как назывался пятый бог и какими чертами обладал? Если это вопрос о богах Муркока, ответом на это будет то, что боги хаоса в его мультивселенной прямо не пересекаются с богами хаоса в Вархаммере. У Games Workshop это не прямые заимствования с одной лишь сменой названия, а скорее переосмысления, где в богах проглядываются лишь черты легенды английской литературы. А вот символ хаоса у Муркока выглядел действительно похоже, как восемь янтарных стрел, разлетающихся из одной точки. Сравните сами. О пятом же боге хаоса вселенной Вархаммер мы расскажем прямо сейчас. Такое в концепции Муркока вряд ли бы мог существовать. Расскажите о Малале. Малал, он же отчасти Малис, известный как бог-отступник, бог-изгнанник, утерянный бог, бог-сепаратист, повелитель анархии и террора. Он не покровительствует ни воинам, ни волшебникам, ни ищущим бесконечного наслаждения, ни алчущим знания или бессмертия. Малал покровительствует слабым и угнетенным, желающим отомстить их господам и повелителям. Символом Малала является череп, поделенный по вертикали на две равные части, одна половина белая, другая черная. Его число 11. Его последователи одиноки, в лучшем случае малочисленны. Зато в то время как миллиарды рабов других темных божеств могут так и не увидеть даже крупиц благоволения их хозяев, Малал обычно щедро одаривает своих слуг. И не просто так. Пятый бог требует от своих последователей лишь одного – преданности делу уничтожения сил хаоса. Таким образом, они становятся оппонентами тех, кто мог стать их союзниками, но при этом обычно оставаясь врагами тех, кто ненавидит хаос. Оказываясь между двух огней, Малал вынужден активно помогать своим слугам и даже изредка вмешиваться в ход вещей лично. Тут, наверное, стоит заметить, что по крайней мере с пятой редакции Вархаммер 40 тысяч роль главного борца с хаосом отчетливо закрепилась за Императором, который удерживает четверку от полного уничтожения материального мира. В этом аспекте Малал или даже Малис определенно отодвинут на второй план, даже если быть уверенными в их присутствии в Беке. Более того, роль борца с хаосом изнутри, пускай и по причинам банальной обиды, частично оттягивает на себя первый и сильнейший из принцев-демонов – Белокор. Самыми популярными, да и, наверное, единственно известными последователями Малалов сорокатысячники являются сыны злобы. Это орден десантников-ренегатов, которые отринули свои догмы верности Императору и миссию бороться с хаосом во славу Империума только для того, чтобы встать под заменом Малала и продолжить свой крестовый поход против темных богов под его присмотром. Впрочем, сыны злобы – это варбанды десантников хаоса, и их методы и действия являются порочными, жестокими и кровожадными, а вставших у них на пути имперцев они не жалеют. Кроме Кхейна и Цигараха, еще жива Иша, ее спас Нургл и теперь держит ее в плену, испытывая свои ужасные болезни на бессмертной богине. Кхейна спас Кхорн, посчитав, что поглощение эльдарского бога Слоанэш – это посягательство на силы владыки черепов. Раз уж мы долго говорили о богах хаоса, то давайте коснемся и богов эльдар. Но коснемся кратко, и вот почему. Мы, разумеется, расскажем о богах, о которых есть какая-либо информация, в основных роликах серии АОФТ. Тут же мы коснемся иного аспекта. На восьмой странице кодекса эльдар шестой редакции написано именно то, что мы и рассказали в 14 серии видео о вселенной, к сожалению. Мы, безусловно, знаем о легендах, что были озвучены нами раньше, и мы расскажем про них, но все же стоит понимать, что это только слухи. В них можно верить, а можно и не верить. Нам бы хотелось верить в то, что Иша жива, однако неопривержимых фактов этому нет. Более того, в недавно вышедшем кодексе Орликинов легендой названо даже само предположение, что единственным выжившим богом эльдар стал Цигарах, что можно трактовать как в одну, так и в другую сторону. Может кто сказать, что случилось с Кадианскими вратами? Тринадцатый черный поход дошел, а дальше что? Сумеют ли отбить врата от полков армии Абаддона? Кадианские врата пали. Кадия? Нет. Полчища Хауса рвутся с одной стороны, а с другой к ней спешат огромные армии защитников человечества. Кадия крайне потрепана, однако в другие важные планеты близлежащих секторов по большей части очищены от врагов Императора. Более того, близлежащий мир кузница Агриппина направила свои неисчислимые легионы прямо в око ужаса, стремясь уничтожить миры темных механикусов, питающих силы Черного Крестового Похода. Поговаривают, что даже легендарная тринадцатая великая рота космических волков явила себя, неся смерть и разрушение в самом Варфшторме. На данный момент это по сути всё. Информация из компании Око Ужаса уже несколько подустарела, и Games Workshop нынче держит эту ситуацию в ещё более подвешенном состоянии, позволяя и хаоситам, и имперцам надеяться на славную победу, ровно как и поддерживает атмосферу вселенной на пороге конца. Что же думаем по этому поводу мы? Разумеется, Империум победит. Опять. И причины очень простые. При всём при том, что план Абаддона безусловно достиг определённого успеха, и Око Ужаса действительно немного расширилось, и границы реальности пошатнулись, хаос уже растерял большую часть своего преимущества, что он имел в начале похода. Эффект неожиданности уже себя исчерпал. Нынче имперцы уже настроили свою медленно запрягающую, но эпичную логистику на посылку регулярных орд подкреплений в сторону Око Ужаса. Да и проблема с уничтожением командной верхушки Кадии и предательства катафрактов в Алскане успешно решена. В то же время флагманы флота хаоса, вроде Чернокаменной крепости или боевой баржи Хоруса, выведены из строя, а сам Абаддон проиграл бой Эльдраду Ультрану и отправился гостить в пустоши хаоса. И вот тут мы подходим к ключевому выводу. В начале 13-й Черный Крестовый Поход занимался едва ли не избиением младенцев, когда огромные полчища хаоса громили импирские миры, встречая минимальное для такой армады сопротивление. Ну, кроме, конечно, Кадии с ее легендарной имперской гвардией и почетной ротой ультрамаринов довесок. Теперь же в район стянуты значительные силы Империума, и каждая следующая победа стоит хаоситам очень большой крови. Разумеется, мы не считаем, что хаос истратил все свои резервы или исчерпал свои возможности. Но мы считаем, что те эгоисты, кто решили не покидать Око Ужаса, когда они могли относительно безопасно грабить и убивать, зарабатывая славу перед лицом темных богов, едва ли возжелают присоединиться к 13-му Черному Крестовому Походу теперь, когда угроза их собственной жизни значительна, а сам зачинщик Похода временно покинул мир живых. Иными словами, мы думаем, что фирменный эгоизм значительной части силы хаоса и пофигизм другой части не даст им победить вновь. О какой победе хаоса вообще может идти речь, когда Орден Космического Десанта с говорящим названием и вторящим ему Беком Экзорцисты всеми 12-ю ротами отправились на Армагеддон, предпочтя вторую попытку Хаскула, очередной попытки Абаддона. Свои вопросы по вселенной Молота Войны оставляйте в комментариях к выпуску и соответствующей теме в нашей группе ВКонтакте, ведь именно от наличия интересных вопросов зависит появление новых видео этой серии. Подписывайтесь на канал и заходите на warhammergames.ru, где вы можете скачать книги, кодексы, файлы для игр по вселенной, а также ознакомиться со свежими новостями. В мрачной тьме далекого будущего есть только война.